Всех приветствую! Я Елена, канал Дачный Креатив. Сегодня обещанный обзор растений, которые прикопаны у меня в грядке и которые я смогу предложить еще в этом сезоне. Постараюсь очень подробно не останавливаться на каждом растении, потому что растений много, но если вдруг будет видео очень длинным, так же как и в прошлый раз разделю на две части. В этой грядке традисканция. Традисканция с зеленым листом и с яркими синими цветами. Достаточно крупными, сейчас они закрыты, не видно, но я много раз показывала. В прошлом году они у нас росли около веранды, очень красиво цвели и показывала такую же традисканцию в клубе с березой. Дальше медуница, весеннецветущие растения. Дальше традисканция желтолистная, с нежно-голубыми цветами. Так, теперь здесь дальше, с этой стороны грядки. Такая интересная бруннера, это бруннера самосев. Вообще все бруннеры, и варригатная, и лукин глаз, и хацпин крим, очень разные бруннеры, разные сорта. Это все крупнолистные бруннеры. Есть еще сибирская, которая растет у нас в клумбе перед домом. А вот эта именно, вероятно, осеялась крупнолистная. Обратите внимание, какие огромные листья. Смотрите, какие крупные листья. Но эту бруннеру я хочу размножить, поэтому пока я ее не предлагаю. Но бруннера очень интересная. Дальше хоста. Эта хоста растет у нас в клумбе с березой. Я ее показывала в прошлом обзоре. Здесь лист помелче. У материнского растения лист покрупнее, но у этой тоже, соответственно, когда она подрастет, лист будет покрупнее. Красивый хоста, яркий контраст, желтая серединка и темный край. И обратите внимание, здесь осеялся барбарис. Я его, конечно, сюда не приглашала, как вы понимаете. Цветет эта хоста лавандовыми соцветиями, вот такими, невысокими. Здесь пропустила камнеломку теневую. Вот это почвопокровное растение закрывает листья бруннеры. Сейчас попробую показать. Вот она камнеломка теневая. Здесь остильбы. Эта остильба цветет нежными розовыми махровыми соцветиями. Она сама невысокая. Она будет повыше немножко, чем здесь прикопана. Но даже взрослое растение невысокое. У меня есть остильба повыше. Это невысокая. Дальше гвоздика. Гвоздика в этом году очень хорошо цвела. Сейчас уже цветение окончилось. У нее махровые гвоздички. Есть еще не совсем отцветший бутончик. Вот обратите внимание, вот он. Махровые гвоздички. Очень красивый. Голубой лист и розовые нежные махровые гвоздички. Колосняк песчаный. Колосняк песчаный здесь можно разделить на несколько частей. В этом году он у меня отсвел. Колоски я удаляла. Дальше вербейник монетчатый. Красивые почвопокровные растения. Листики в виде монеток желтеньких и такие же яркие желтые цветы. Это барвинок. Почвопокровное растение также. Растет он у нас в клумбе перед беседкой. Много раз уже его показывала. Кожистые зимующие листики. Неприхотливые почвопокровные растения. И очень быстро нарастает. В этой грядке ирисы. Ирисы бородатые. Цветут нежно-голубыми соцветиями. Белоголубыми или даже немножко лавандовыми. Такими нежными очень. Я уже отсаживала. Один ряд отсадила здесь. И свободное место моментально занимает живучка. Это живучка бургундиглоум. Я отсадила здесь два ряда розеток. Я в прошлом году показывала, как я отсаживала сюда розетки живучки в эту грядку. И в этом году смотрите, она ковром заняла всю площадь этой грядки. Потому что каждая розетка выкинула множество усов. И моментально занимает свободное место. И укореняется. Она очень быстро заполняет свободное место. Но если она забирается в растение, то ее легко очень удалить. У нее небольшая корневая система. Она очень легко выпалывается. Я здесь один ряд ирисов уже откапывала. И вот она уже у меня прибирается сюда и вырисы. И здесь вот свободное место заняла. Это все новые розеточки. В прошлом году спрашивали хорошо живучку. Я уже в этом году много откопала. Но если есть желающие еще, пожалуйста. Так, здесь пропустила в этой грядке еще одна метуница. Далее кочедыжник. Вот кочедыжник, листья кочедыжника. Герань с красивым листом. Ну и вот здесь барвинок еще. Бардвинок я также могу откопать еще и в клумбе. Вот с этой стороны покажу еще листья этой крупнолистной брунеры. Очень крупный лист. В этой грядке трагисканция с желтым листом и нежно-голубыми цветами. Тоже уже достаточно много отсаживала. Она, кстати говоря, осеивается, продолжает осеиваться. Вот это сеянец прошлого года у меня. И смотрите, вот еще она наосеялась. Вот сеянец ее. Вот. Я что-то выпалываю. Надо тоже выпалывать, потому что слишком много ее. Дальше здесь спряталась у меня эроджерсия. Конско-каштанно-листная. Вот этот листик. Сейчас попробую показать. Вот этот листик. Этераджерсия. Конско-каштанно-листная. Хорошая почва. Здесь много лет мы добавляли компост. При том, что здесь постоянно муж поливает и недостатка воды. Растения здесь не испытывают. Поэтому все растения здесь себя прекрасно чувствуют. Дальше. Ачиток. Гехеру не знаю, смогу ли я поделить. Эта гехера у меня выросла из прикопанного листочка. То есть черенок практически я прикопала из одного листа. И вот она у меня вот таким образом здесь выросла. Гехера с нами не дружит. Растут у нас плохо. Но вот эта вроде как растет. И мне хочется ее сохранить. Хочу, чтобы она побольше наросла. Тогда я попробую ее поделить. Это отчиток почвопокровный. Тоже быстро нарастает, быстро расползается. Но тоже очень легко регулируется. Цветет вот таким образом. Смотрите, какие побеги. Очень симпатичные. Так, дальше. Хаутуни. Хаутуни в этом году разошлась. Вот такая красавица. Обратите внимание, какие яркие листья. Это просто какая-то невероятная красота. Смотрите. Писали про нее, что она агрессивная. Но меня совершенно не смущает ее агрессивность. Вот она как наросла. Здесь в разные стороны. Я отсаживала много, не одну. Здесь я отсаживала, наверное, веточек, ну не знаю, около 20. Так что она вот так вот здесь наросла много. Я уже много еще отсадила. Я вообще, в принципе, планирую ее высаживать у новой ракарии. На маленький этот отрезочек впереди, где у меня цветной камень. Ну, естественно, так же могу предложить. Вот такая красавица. Там, где солнце поменьше, там меньше красного. Больше зеленого и желтого. А где солнце застается и побольше, вот такая она красивая. Поэтому называется хамелеон. Так, здесь у меня гортензии. Это гортензия метильчатая с белыми мотыльковыми соцветиями. Светлый лист. Черенковала я ее в прошлом году. То есть это черенки прошлого года. В ближайшее время пересажу в контейнеры. Потому что они здесь уже большие достаточно. Так, дальше. Молочай кипарисовый. Вот это молочай кипарисовый. Раз, два. Здесь вот еще. Я его сюда не сажала. Он у меня переехал сам вместе с хокканихлоей. Вот видите, хокканихлоя. И вот, пожалуйста, очень красивый молочай. Тоже очень неприхотливое растение. Считается агрессором. Но очень легко выпалывается. Вместе с корешками. Так, ну здесь также медуница. Здесь хокканихлоя, то что осталось. Вот здесь вот я уже все это отсадила. Вот здесь еще была хокканихлоя. Вот что у меня осталось. Здесь еще яснотка. Яснотка занимает тоже свободное место. Но очень красивый агрессор. Такой яркий лист красивый, белый. Здесь купена. Купену тоже много раз показывала. У нас купена растет и в клумбе перед беседкой. И вот в той клумбе с северной стороны дома за хостами. Она красиво цветет весной. Иногда ее называют садовым ландышем. Так, теперь дальше переходим к следующей грядке. Это пузыреплодники, которые выросли у меня из семян. Сеяла я их в позапрошлом году. Вот так они уже выросли. Вот такие вот яркие листья. Очень красивый пузыреплодник. Предположительно, сорт Редбарон. При семенном размножении пузыреплодники могут не повторять. Сортовые признаки у меня выросли и зеленые. И вот такие зеленые у меня забрали еще в прошлом году. А краснолистные, которые остались, я посадила сюда. Так, ну здесь барбарисы. Барбарисы тоже уже много отсаживала. Обратите внимание, какие разные. Есть вот такой барбарис с таким листиком. Есть зеленый. Есть ярко-желтые барбарисики. Вот такие. Здесь, кстати говоря, тоже пузыреплодник вырос. Я его сюда не сажала, между прочим. Есть чисто-зеленые вот там барбарисы. Это посев позапрошлого года, то есть позапрошлой осенью. Сеял я желторисный барбарис, который растет у нас у двойных ступеней. И здесь выросли, обратите внимание, тоже все разные. Красные, желтые, зеленые. Этим барбарисам получается тоже год. Год с небольшим. В прошлом году они у меня весной зашли. И в прошлом же году я их пересаживала сюда, в эту грядку. Так, но здесь также купена. Вот купена. Так, здесь у меня еще туи. Это туи, которые также выросли из семян. Туи-брабант. Здесь еще герань есть. Зеленчук вот с таким вот листиком. Это яснотка пурпурная. Вот так она цветет. Дальше кочедыжник. И еще кочедыжник. Хоста с агая. Часть я уже выкопала. Я сюда ее прикапывала осенью. Делила и прикапывала. Вот этот ряд я уже отдала. Там тоже. Так что хост с агая тоже можно сейчас приобрести. По поводу хост я уже говорила в прошлом обзоре. Планирую снимать отдельное видео. Какие хосты я планирую делить. Хосты я буду делить в сентябре. И тогда уже в сентябре можно будет их приобрести. На этом наверное закончу. Продолжу уже в следующей части. Всем большое спасибо. Красивого сада. До новых видео. Пока.